В залах Центра современного искусства, как подарок городу ко дню его рождения, открылась ежегодная выставка «Сауна Шупашкар». На выставке побывала наша съемочная группа. Любимые чебоксары. Именно так переводятся на русские названия выставки. Вот только авторы не стали ограничиваться изображением лишь родной столицы. Памятной дате посвятили все самое лучшее, что было создано за последний год. Понравились картины чувашских художников. Очень колоритно, очень интересно. Стоит сходить сюда с детьми, чтобы узнать лучшую историю нашего чувашского народа, этноса. Ну и узнать, конечно же, кое-что новое для себя, открытие для своих детей. Для художников ежегодная выставка – большое событие, к которому они долго готовятся, переживают, волнуются в ожидании зрительской реакции. Художники очень активно участвуют на выставке. Правда, чиновники неактивно присутствуют в наших выставках, к сожалению. Вот это, по-моему, большой минус. Потому что в целом ведь мы все хотим что-то доброе, хорошее, красивое создать в городе. Союз чувашских художников имеет в своих рядах мастеров практически всех видов и направлений художественного творчества. Многие имена известны не только на уровне региона, но и за пределами России. Состав Союза постоянно пополняется новыми талантами, что дает толчок для творческого соревнования. Здесь произошло эпохальное явление, когда молодые студентки, простые совершенно, вот только выпускницы, они сделали то, что наша скульптура, вообще Чуварская национальная, за сто лет своего существования не смогла сделать. Это, с одной стороны, для нас очень плохо, для скульптуры, как вида искусства. А с другой стороны, мы сегодня можем порадоваться, что она сделала большой сдвиг вперед. Экспозиция выставки – традиционные жанры изобразительного искусства. Пейзаж, живопись, графика, натюрморт, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Работы будут выставлены еще месяц, так что всех желающих есть возможность посетить выставку. Юлия Важенина, Нина Куропаткина, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова